Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Всем-всем-всем доброго утра! Не так сказала. Всем-всем-всем доброго времени суток! У меня утро. Доброе декабрьское утро! Приглашаю к экранам абсолютно всех, кто любит повязать под щебетание другой вязальщицы. У меня сейчас то волшебное, блаженное состояние рукодельницы, когда нет никаких больших начатышей. Несколько процессов в работе, которые у меня, это малявочки. Их спокойно можно завершить. Не завершить, так распустить. Я, когда закончила кардиган Шепот Полыни, обязательно оставлю ссылку на него. Кто не смотрел, просто с легкостью вздохнула. Мне бы не хотелось оставлять его в недовязах. Мне очень хотелось с большими изделиями как бы вот именно в 2019 году закончить и весь декабрь посвятить маленьким каким-то приятностям, мелочам, сюрпризам. Об этом я время от времени буду вещать. Об этом буду вводить вас в курс дела. И вот сегодня покажу, какие носочки у меня готовы. Если кому-то интересно, пожалуйста. Да, еще потом я расскажу про мамины салфеточки. Если кому про носки не интересно, можно прокрутить видео. Давайте обо всем по порядку. Итак, у меня связаны то ли носочки, то ли топотушки. Я их вообще называю полуваленки. Вязаны полуваленки, потому что связаны они в две нити из такой хорошей деревенской овечьей шерсти. На эти носочки очень важно мне подчеркивают говорить, сколько ушло и какие спицы. Давайте по порядку. Ушел ровно моточек овечьей шерсти от пихорки. Вот как он выглядит моток. Совсем недавно я вам рассказывала. Оставлю ссылку на ролик, который называется «Зима. Самое время вязать». Так вот на эти носочки у меня ушел ровно моточек, включая вот эти вот это тоже пряжицы. Я была готова уже пришить, даже не пришить пуговицу, а прикрепить пуговицу ниточкой другого мотка. Но мне вот в аккурат хватило, чтобы целиком и полностью эти носочки завершить. Значит, что к чему. Состав я все вот в том ролике подробно говорю. Хочу обратить внимание, что в магазине Ярнхаус даже тысячи рублей не стоит упаковка. 10 мотков вот такой шерсти не стоит даже тысячи рублей девятьсот с чем-то. Я не помню, но мы вам в том ролике смотрели. Мне кажется, очень выгодно и экономично. На всякий случай оставлю промокод, потому что скидка в пять процентов еще идет для первых двух заказов. Итак, значит, спица я взяла номер шесть, моточек этой пряжи и получились такие носочки. Если подробно, на спице я набрала 28 петель и связала несколько сантиметров. Девочки, вы меня когда-нибудь с ума сведете? 10 сантиметров, значит, по голенкам. Это путанка, это рис. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная. Следующий ряд по рисунку. Потом меняем, где были изнаночные лицевые, где лицевые, там изнаночные. Следующий ряд по рисунку. Хотите менять в каждом ряду, меняйте в каждом ряду. Будет другой рисунок. Я меняла через два ряда. Вот здесь вот хорошо видно. Всем известная. Я в крупных изделиях ее не часто использую. Как-то очень нудно и муторно ее вязать. А вот там, где ее совсем чуть-чуть, почему бы не связать. Пятку. Потом я связала... Как вязать пятку у меня есть. Ролик тоже оставлю ссылку платочкой. Нравится мне вот такая фактура. Тем более, когда пряжа толстая, что-то в этой пяточке интересного и забавного, на мой взгляд. Хотя вы можете вязать пяточку, как вам нравится. Той же самой лицевой гладью. Ну и потом я связала... Я всегда прошу измерить носочек тому, кому вяжу. Вот от этого, наверное, места, да? Правильнее сказать. Вот 19 сантиметров. Ну понятно, что оно тянется и можно рассчитывать на 21-22. Я не знаю размеры. Я прошу измерить носочки. Вот 20, пожалуйста. И потом уже строго по сантиметрам вяжу. Так, если здесь была только пряжа овечья шерсть, которую я вам сейчас показала, как она мне нравится и как она мне нравится, то, начиная с пяточки, к нам на помощь приходит носочная добавка. Я покупала ее в фикс прайсе. У меня целый ролик на эту носочную добавку есть. Два моточка в упаковке продается. Вот. Мне хватило одного мотка на два носка. Еще даже осталось. Еще смело я свяжу какой-то один носочек. А если в пятке только, то даже и на пару хватит. В общем, посмотрю. Одного моточка вполне хватило. И вот начиная, значит, от пятки у меня уже внедряется эта носочная добавка. Вязала я в две нитки здесь. А здесь, получается, две нитки плюс носочная добавка. Вот поэтому я их и называю вальничками. Они такие плотные, они такие, я надеюсь, надежные. Все-таки шерсть будет греть. Не стала я в одну нитку, потому что, говорят, уж больно грубо вот смотрится эта нитка с одной и как-то неуютно. Ну, вот две ниточки шерсти никак не победит эта носочная добавка. Ну, никак. В цвет они подошли великолепно. Ну, и потом очевидно, что вот это полотно, просто связанное в две нитки, оно чуть жиже, чуть... Это совершенно не мешает. Можно их носить и так. Совершенно. Но, тем не менее, когда отгибаешь, когда делаешь отворотик такой, сразу получается какая-то гармония. Сразу получается гармония. И здесь так вот толстенько, и здесь толстенько. И как-то симпатично получаются носочки. Лично мне нравятся. Вот. Деревянная пуговичка, натуральная шерсть, натуральное дерево. Мне кажется, очень здорово. Я все думала приделывать ее и не приделывать, потому что, я не знаю, мальчишечки или девчоночки, сейчас уже точно девочка. И мне добрый зритель сказал, Татьяна, ты не вот пришивай, а чуть-чуть прикрепи пуговицу. Ее вот так, действительно, так поддень здесь иголочкой, и все, и нет пуговки. Я так и сделала, но думаю, никто ее убирать не будет, потому что эти носочки теперь точно девочки. Кончики можно оставлять, можно не оставлять. Я просто вот, ну, люблю это дело на второй. И на второй носочки, как я по-русски. Вот как-то это все забавненько, да? У кого нет пуговичек, можно какие-то бусинки. Что дома найдем, то и приделаем. И получаются вот такие штуки. Подарки можно дарить. Очень получается, не знаю, мило, бюджетно. Главное, ни у кого нет. Главное, ни у кого нет. Лично мне очень нравятся такие носочки. Так, вторая пара пока носочных изделий не готова. Но я все равно покажу. Вдруг кому-то вот все-таки два-три дня, когда я еще его довяжу, за это время кто-то, может быть, увидит, понравится, свяжет за это время носочек. Одного достаточно будет, чтобы посмотреть, что к чему. Вяжу я этот... Ой, моточек уже превратился в какую-то медузу. В какую-то превратился медузу. Так, значит, из пряжи, которая называется Alize Superwash. Обожаю эту пряжу. Одного мотка, я думаю, я еще не довязала, но хватит. Одного мотка хватит. Пагольнок уже готов. У меня осталась только основную часть. А это детские носочки. Вот. Поэтому, значит, этикетки к этому можно уже выбросить. Я просто все до ролика держу, а потом выбрасываю. Значит, вяжу тоже в две нитки. В две нитки одна ниточка и сердцевина. Сердина моточка. Другая ниточка идет у нас такая основная. С внешней стороны. Вот, я по-русски буду теперь выражаться. Значит, пагольнок вяжется спицами потолще. Это спицы четверочка. А основная часть вяжется спицами потоньше. Я их не принесла. Это троечка. Потому что задача паголенка просто быть красивым. Украшать ножку. Ну, и немножко греть по совместительству. А задача основной части греть ножку. По-моему, в прошлом ролике я вот именно эту часть у этого носка и показывала. Значит, здесь по кругу я набрала 40 петель. Связала два рядочка резинкой один на один. Можно было один рядочек связать. Это как вам хочется. Чтобы не загибался. Но, в принципе, вот именно в этих носочках, если будет туда немножечко загибаться, это никакую картину, в общем-то, не испортит. Может быть, и не надо было это вязать. Потом три рядочка лицевых. Вот они здесь видно. Раз, два, три. Три рядочка лицевых. И пошел мой любимый рисунок. Я его тоже показывала в прошлый раз. Две вместе накид, две вместе накид, две вместе накид. Потом опять три рядочка лицевых с изнаночной. Только видно, что это три рядочка. Каждый раз между этими три рядочка. Вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Вяжем мягко, рыхло, совершенно, не боясь сделать паглинок каким-то зыбким. Это и нужно. Этот паглинок, он не обхватывающий ногу. Я вообще серию сейчас вяжу носочков. Мне кажется, их можно назвать веселый паглинок. Вот потом, когда я все свяжу, покажу. Не резинкой традиционно, как мы привыкли. Да, а вот здесь путанкой. Здесь вот дырочками. Следующих что-нибудь еще придумаю. Не знаю. Вот. И если, конечно, запал не пропадет. На всякий случай. Показывала в том ролике, показываю и в этом. Вяжется очень... Вот мы привязали три рядочка. Раз, два, три. Провязали три рядочка лицевыми. И теперь нам остается только. Просто кто-то новенький пришел. А как вы вяжете? Две вместе. Накид. В любую удобную вам сторону. Главное, чтобы они были в одной. Если вы так вот накид делаете, то во всем носочке делайте так. Если вы делаете так накид, то во всем носочке делайте так. Главное, в одну сторону. А как вы его делаете, не имеет значения. Две вместе, накид. Две вместе, накид. Вот. За штативом неудобно, но оно понятно. И потом весь ряд вы вяжете так, а потом три ряда просто шпарите лицевыми петлями. И у вас получается паглинок. Очень красиво смотрится. Эта вязка незатейливая, ее не сразу даже узнал кто-то в тех роликах. Она немножко будет косить, ничего страшного. Это потом ниточку спрячете. Видите, нитка по идее должна быть вот здесь. Вот она сбоку. Она вот уходит. У меня это прям сильно косит. Потому что, наверное, надо ряд 2 вместе, накид, 2 вместе, накид. Потом 3 раза провязать и накид 2 вместе начинать. А я везде начинала с 2 вместе, но это ничего страшного. Это типа так было задумано. Вот в данном случае никакого значения не имеет. Сейчас я перейду на спицы поменьше и перейду на пяточку. Так, идем, мой хороший. Так, а ты красиво лежи, создавай настроение. Запуталась, да? Так, давай вот так вот. И ты не уходи из кадра. Вот так. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Так лучше. Бугоручки, рельефность. Так, значит, потом я перехожу на спицы, вяжу пяточку. Опять же, вяжите как вам нравится. Мне что-то, вот платочка нравится и все тут. И паглинок. Он с... Какой паглинок-то? Стопу. С этой стороны просто лицевые. С этой стороны я решила сделать таким образом. Центральные петли выделить лицевыми. Этих центральных петель шесть. Я почему-то думала, что я буду здесь жгутик. Я потом забыла. Вот ложась спать, я думаю, дай-ка я шесть петель оставлю. И буду здесь, значит, косичку вертеть. Ну, жгутик. Хотя здесь можно и косичку. Да, шесть на три-то делится. А утром проснулась, я уже забыла про эту идею. И у меня, думаю, что это, зачем-то я оставила шесть петель в окружении двух дорожек по две петли. Ну, вот склероз старческий. А что-то надо делать. Я, наверное, провязала вот несколько рядов. И здесь должно было быть переплетение. А я взяла и сделала дорожки изнаночные. Вот. И стало еще лучше, на мой взгляд. Ну, не лучше, не хуже. Просто по-другому. Ну, если очень сильно постараться, можно представить, да, как будет выглядеть ножка. Эта девочка вот во втором классе учится носочки. Ну, такие детские, не детские, я не знаю, подростковые, как сказать. И очень просит меня, значит, да, ну, конечно, вы можете пагольник связать побольше. Это будет такой гольфец. И вот эти дырочки, они очень хорошо загибаются там, где нам нужно подогнуть, где нам нужно загнуть. Их разочек так красиво расправить на ножки. И потом ходи балдей. Просит украсить бусинками. Я это дело не очень люблю. Ну, я не знаю, то у меня временами просто вот, ну, какой-то везде все наляпать хочется. А иногда не хочется. Ну, ребеночек есть ребеночек. Я вручу бусы. Здесь еще четвертый будет. Вот здесь уже еще четвертый отсек. Оп. Оп. Вот сюда хошечки. Молодец. Хвали вас, хвали. И это самое. Я бусин бусинок отдам. Здесь уже она лишняя совершенно. И пусть пришивает. Ну, такие они новогодние, как я все говорю, каминные, пижамные. Вот. Когда я называю носочки таким образом, я хочу подчеркнуть просто, что их не вот в сапоги, погребы. И, там, не знаю, для каких-то таких носочных нужд. А, ну, красота их предназначения. И только уже пункт второй. Согревание, тепло. Уже убирать хотела, вспомнила. Сантиметры. Девчата, зачем оно вам надо? 20 сантиметров, если пяточку брать. И вот 15-16 сантиметров, если до пяточки. Имейте ввиду. Так. И, может быть, вам надо сказать еще через сколько пяточек. Так. Значит, два рядочка изнаночных, а потом раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, видите, я, чтобы голову не ломать, никуда не записывать. Раз, здесь у меня шесть лицевых петель. Значит, и здесь шесть рядов вверх я провязываю. И опять вот эти два рядочка изнаночных на фоне лицевых. Потом там, где я хочу, здесь я три рядочка провязала. И перешла уже на закрытие. Почему три? Потому что, когда я с больших спиц переходила на маленькие. Здесь тоже раз, два, три. Через три рядочка я начала первую вот эту штукенцию делать. И, наверное, чтобы была гармония здесь. Вот сама не знаю так. Это чтобы запомнить. Я же нигде ничего не записываю. А считать особо не хочется лишний раз. И здесь три. И потом я уже весь этот рисунок, это, как видите, лыжня. След от салазок. Как угодно назови. Зимние забавы. Здесь я уже перешла без всякого рисунка и быстренько закрыла. Как называется-то? Мысок. Как закрываем мысок, тоже видео есть. И вот такой рисунок, весь какой-то он жатенький. Но где изнаночные с лицевыми, там всегда жатенько. И когда так вот на ножке, то оно, естественно, расправляется. И все эти лыжни, салазки, все это видно. Вот такие носочки. Так, следующие свои носки я вяжу из пряжи Медара Астрал. Неплохая носочная пряжа. Она единственная, все-таки, как ни крути, потоньше, чем пряжа Супервош. Но тоже очень я чувствую надежная. Она, мне кажется, посуше. Хотя и Супервош суховатая пряжа. Но вот Медара Астрал, она еще как бы посуше. Но, тем не менее, если нужны тонкие, теплые вещи, это прелесть прелестная. Я уже вязала из нее носки и за рог дала только в две ниточки вязать. Это будет крепко, это будет здорово. Но на две ниточки у меня уже пряжи не хватило. Но она оказалась очень экономной такой вот подружкой. И я вам показывала столько, что ли, было у меня связано. Вот от этого носочка. В общем, это простые мужские носки, без всяких чего-то яких. И так медленно прибавляется, что я вдруг поняла. Мне кажется, у меня вот эти недовязбы, с которым я в Новый год войду. Чтобы вот этого не случилось, я прям очень сильно бросилась вязать именно эти носки. Самые простые, самые элементарные. Резинка, которая здесь есть 4х2, что ли. Я это вяжу на автомате. Раз, два, да. 4х2. Она потом в подошве становится лицевой гладью. А вот именно на передней части, на верхней части носочка остается резинкой. Вот. Все очень элементарно. Потому что все-таки это уже не каминные, не пижамные. Это носки. Тоненькие носочки в обувь. Чтобы они не мешались. В то же время согревали. Пряжа хорошая. Но вяжется отлично у меня. Из нее очень-очень медленно. Но я молодец. Один носок готов. Второй уже с горки. В общем, я одолею. Или это буду не я. Так. Ну и в моей корзиночке остался один процесс-непроцесс. Образец-необразец. Да, наверное, образец лучше назвать. Сейчас я покажу. Я долго думала показывать, не показывать. Но почему бы нет. Это вот все-таки я вечерочка-два, наверное, на это потратила. По несколько часов. Значит, то, что я вам покажу, вяжется из пряжи деревенской от пихорки. Тоже в той же самой посылке это было. Ссылку на ролик я оставлю. И та же полугрубая шерсть, как овечья шерсть, которую я вам сейчас показывал. Состав тот же. Только чуть потоньше. Здесь 250 метров на 100 грамм. А там 200. Вот там. Там это имеется в виду вот здесь, в овечьей шерсти. Меня кто-то спрашивал, Татьяна, если сравнить эти ниточки. Я написала в комментариях, что они очень-очень похожи. Просто вот потолще, потоньше. И вот, ну, как-то, я не знаю, больше воспоминаний детства бабуленьки у меня вот от этой шерсти. Поэтому она мне кажется более сочнее. А может, и не кажется. Не знаю, они как-то и колются вроде по-одинаковому. Иногда кажется, что одна колется больше. Иногда кажется, что другая покалывает. Ну, вот шерсть. Обожаемая мною шерсть. Все-таки, если вот осталась для меня лично одна единственная, какой-то вот артикул один-единственный, я бы, наверное, вот овечью шерсть выбрала. Она более натуральная. А здесь зато расцветок много. Здесь и синий, и зеленый мы найдем. То есть подошли как-то к окрашиванию производителя больше. Ну, вот чуть сочнее, что ли, мне кажется, вот эта вот шерсть. Итак, я долго гадала. Носки или плед. Кстати, увидела пустой донышко. Девочки меня все чаще и чаще спрашивают. Дело в том, что про корзиночки-то я говорю. Что корзиночки пряжи я беру в сиреневом слое, в магазине сиреневый слон. А меня уже несколько человек спросили, Татьяна, а донышки? Донышки тоже там же. Донышки тоже там же. Пожалуйста, сердечком. Я, правда, люблю правильные формы овалок рук. Но сердечко, наверное, тоже очень красиво. У меня это для фотографий. Вот такой полукруг. Мне кажется, когда что-то свяжу, что-то для рюкзачков, для спины, возможно. А еще, если такую шкатулочку, когда я свяжу, то очень удобно будет к стеночке поставить. И вот в моем... Мне очень важно пространство. У меня места не очень много. Мне кажется, это просто замечательно. Тоже вот такая шкатулочка, которая занимает очень мало места. Там же различные донышки. Так, крыжечки. Я сейчас все наговорю. Вот. А донышки я люблю. Это кто сверху крышечки у шкатулочек делает. Да кто только что не придумает, в принципе-то. Боковушку у сумок делают. Но это маленькая. А так вообще, что только люди не делают. А я все для фотографий пока держу. И вот такие вот донышки. Я обожаю. Тоже разных размеров. Корзиночка, которая лично мне прям очень уж нравится. И смотрю, по ней вопросов-то много. Донышка у нее побольше, чем 20 см. Но поменьше, чем 30-25 см. Так что донышки там же в магазине сиреневый слон. Кроме того, там не только донышки. Вот эти штуки, украшательства, такие вот, ручная работа и так далее, тоже там же. Посмотрите, какой пенал. Это сейчас у меня просто суперорганайзер. Вот я, например, только что закончила с кардиганом. Для кардигана мне нужны были пубыцы. Я сразу открываю, значит, этот пенальчик и готовлю. Что мне нужна будет, будут нужны ножницы. Вот тут нужен крючочек прятать кончики. Нужна будет иголочка. И я вот все-все-все. И для пришивания пуговиц у меня микроиголочка. Она вот здесь с ниткой была. То есть, вот я все я приготовила. И я сажусь. И полный вперед у меня по вот, я не знаю, кончики прячу. Отрезаю пуговицы, пришиваю. Помогаю себе кое-где что. Мне очень-очень нравится. Это, конечно, измерительная линейка для спиц. Но у меня это вот плюс еще и, измеряю, кстати, она тут очень точная и здорово. Но у меня это вот еще такой вот органайзер. Вот я так сажусь, все, я готова. Я уже не буду за каждой вещью открывать, там что-то искать. Очень удобно. Вот просто очень удобно. И крючки у меня здесь. И маркеры. И вот эту мелочевку, которую я всегда искала для коз. Я теперь здесь держу абсолютно мой домик. Для моих вот таких вот маленьких и больших забав. Вот такие штучки тоже в сиреневом слоне все производится. Девчата, какие вы молодцы. Кто меня спрашивал? Татьяна, вы корзиночку новую. Дело в том, что я специально в ролике про пряжу. Зима, самое время вязать. Значит, одну пряжу показывала на фоне вот этой. Это уже родная такая наклеечка, украшение этой корзинки. Потом поворачиваю другой стороной. И на время, буквально крючочком я продергиваю вот эту. И у меня вот этой стороной корзиночка. Да, и кажется, что у меня другая корзинка. А еще одну пряжу я представляла на фоне просто. Вот, я не знаю, вбок увела, убрала в бочочек. Вот. И казалось, что у меня, вот у вас три разных корзинки, что ли. Фокус-покус у меня. Смотрите, даже ножницы лезут. Ну, все так удобно, так классно. Так что это все в сиреневом слоне. И донышки тоже. У меня несколько человек спросили про донышки. Все в магазине сиреневый слон. 15% скидки, пожалуйста, не забудьте. По промокоду ТАНИКИЛМ. Напишу информацию. Раз спрашивали, значит, прочитайте. Пройдите по ссылке. И посмотрите. 15% на дороге не валяется. Можно купить спокойно доставку. Это очень щедро. И пока не назначили дату, до которой промокод действует. Мне кажется, это очень здорово. И не обозначили на первую покупку. Сколько угодно покупаете, 15% получаете. Это просто здорово. Вот так. Увидела пустой донышко корзинки. И отвлеклась на несколько минут. Но раз спрашивает, я с удовольствием скажу. Так, значит, спицы рекомендуют у этой пряжи. Возвращаясь к нашей медовой пряже, которая на самом деле называется, это пряжа деревенской девочки. А цвет у нее горчица. А то я сейчас брякну медовую. Вы будете искать медовую. Цвет горчицы у нее. Это я назвала медовой. Просто вот кто-то куркума. Да, столько поэтических названий. Вообще, мой добрый зритель. Самый творческий зритель в мире. И, значит, здесь рекомендуют. Кручу, верчу, увидеть хочу. Спицы номер 4. Так, мой телефон, наверное, стареет. Вместе со мной фокусируется. Он все хуже и хуже. Ну, четверка заметна. Просто поверьте. И вот я пока связала такой квадратик, надеюсь, образец. У меня здесь 50 петель. И вверх 60 рядов. Девчонки, я с вами считать научусь. Я ведь никогда этого не делаю. 50 петель, 60 рядов. Просто ехала в маршрутке. Просто увидела мальчика в такой шапке. Мне так понравилось. И я схватила суть. Вообще-то, лицо у этого образца вот здесь. Но, мне кажется, лицо смотрится даже не так интересно, как смотрится вот... Ну, я не знаю, кто сказал, что лицо изнанка. Просто я когда считала, там суть какая была. Раппорт составляет 10 петельчик всего. Две лицевых, две изнаночных, две лицевых, две изнаночных, две лицевых. Вот он. Вот он раппорт. 2, 4, 6, 8, 10. Да. И провязываем мы вверх ровно столько, чтобы здесь тоже было 10 рядов. Две изнаночных рядочек, два лицевых рядочка, два изнаночных рядочка, два лицевых, два изнаночных. Просто вот такая вязка она стягивает в эту сторону, такая вязка в эту. И потом мы меняемся. Там, где была резинка, начинаются вот эти рядочки. Два изнаночных, два лицевых, два изнаночных, два лицевых, два изнаночных. А рядышком, где были эти самые рядочки, мы переходим в резинку. Две лицевых, две изнаночные, две изнаночные, две изнаночные, две лицевые. И вот так это все меняется. А уж сколько рапортов-то вот этих сделать в ширину, решать только нам. Оно потом, конечно, растянется, он будет смотреться вот так. Просто посмотрела в шапке. Но этот рисунок распространен был в журналах Сандр для вязания, а-ля 80-е годы. Это был самый-самый. С этой стороны мне нравится как-то поинтереснее. Я просто пока примеряю, девчата, вязать мне плед или не вязать. Как что. Пока еще в раздумках, поэтому просто связала образец. Он ни к чему не обязывающий. В этом году я точно не начну плед. А вот так пока покумекать, посмотреть, решить. Будут это отдельные элементы закрыть и постирать. Или это будет, например, один рисунок переходит в другой, в третий, в четвертый. Так соединять будет гораздо легче, если навязать полоски. Вот один квадрат, второй квадрат, третий. Не могу пока прикинуть килограммы этой пряжи на какой размер пледа. Да и вообще, сколько петель набрать, сколько пряжи купить. Я в этом не бум-бум. Это все надо, конечно, все это прикинуть. Но пока я просто смотрю. Думаю, вроде медовая. Может быть, узор соты. Ну, как сказать, попробовать. И попробовал, но распустил. Ну, не мое. Вот соты. Как-то вообще не очень люблю этот узор. Нет, эта страна совсем не как-то. Вот эта страна намного симпатичнее. Четверка для меня, мне кажется, рыхловато. Но сказано четверкой, я и вяжу четверкой. Потому что уваливаться будет она. Она после стирки будет уваливаться. Спицы мне Анечка подарила. Вы шикарные спицы. Анечка, спасибо. Вязанный стиль от Анны. Ее канал. И спицы-то медовые. Если я решусь на медовый плед, надо баночку меда купить красивую. Все будет антуражем так стоять здесь. Лето будет пахнуть вообще зимой. Лето среди зимы я себе устрою. В общем, пока это просто так думки и раздумки. Но я показала, вдруг кому-то сейчас оп, именно то, что кто-то искал. Бывает же такое. Бывает такое. Так, ну а это, собственно говоря, все. Чем были заняты мои очумелые ручки. В самые ближайшие дни. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то что-то понравилось. Кто-то вынес для себя что-то полезненькое, интересненькое. Или на сейчас. Или просто в копилочку. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова